Детское техническое творчество уникально тем, что объединяет в себе науку, спорт, технику и умение отлично работать своими руками, что особенно привлекательно для мальчишек. Не секрет, что для многих из них путь в профессию начинается на станциях юных техниках, во дворцах и домах детского творчества. Желание сделать своими руками модели самолетов, кораблей и собрать настоящую машину заставляет ребят пройти весь технологический процесс от замысла, превращенного в чертеж, изготовления деталей и трудоемкой сборки, на которую уходят месяцы, а иногда и годы. Давайте заглянем в коллектив авиамоделистов. Здесь кипит работа, кто-то шлифует детали, кто-то разбирается в чертежах, а кто-то уже занимается сборкой под руководством опытного педагога Олега Николаевича Кузнецова. Когда-то, еще в четвертом классе, он начал заниматься авиамоделизмом. И увлечение стало любимым делом на всю жизнь. Я учащий школе в 11 классе уже пришел сюда работать во дворец творчества юных. Почему работаю здесь? Ну, потому что, во-первых, это интересно, это все летает, все двигается. И почему бы этому интересно не научить ребят? Здесь они могут получить знания по работе с материалами, по обработке материала, по выполнению чертежей, чтобы правильно начертить. Ну, а также просто интересно заниматься, запускать модели, участвовать в соревнованиях, побеждать. Это тоже немаловажно для подрастающего поколения. Педагогу есть чем гордиться. Работы его воспитанников занимают призовые места на областных и городских выставках и соревнованиях. В течение пяти лет первые места в разделах авиамодели и авиамакеты на городской традиционной выставке. Я занимаюсь изготовлением модели моего любимого самолета Ил-2. Я занимаюсь уже в этом кружке шестой год. Мне тут очень нравится. В будущем я хочу вступить в университет и стать конструктором. В коллективе судомоделистов раздаются взволнованные голоса ребят. Испытывают свои модели юные конструкторы. Недалеко от бассейна наше внимание привлекла модель большого корабля и собирает его Валерия. Именно этот корабль противолодочный, мирный, мы делаем уже почти два с половиной года. Пока все хорошо получается. Есть моменты, где что-то не получается, но Александр Юрьевич подсказывает и все хорошо складывается. Занимаемся здесь склейкой, спайкой, обрабатываем дерево, красим, все что угодно. Любой вид работы здесь присутствует. Это очень развивает как мышление, так и моторику рук, например. Коллектив очень хороший, веселый. Если что-то у кого-то не получается, всегда поможем. На данный момент хочу продолжать здесь заниматься, помогать Александру Юрьевичу и потом продолжить его дело. Продолжить дело своего педагога. Как много в этой фразе сказано о самом педагоге, Александре Юрьевиче Насонове, увлеченном, зажигающем, позитивном человеке. Его коллектив ежегодно принимает участие в городских и областных соревнованиях по судомоделям и завоевывает призовые места. Являясь обладателем единственного в городе бассейна для судомоделистов, Александр Юрьевич – бессменный организатор городских соревнований. Он понимает, что соревнования – хороший стимул для воспитанников в совершенствовании самого себя и своей модели. А сейчас мы с вами в коллективе декоративно-прикладного творчества «Уральский букет», которым руководит Нелли Николаевна Кошкина. Нелли Николаевна – опытный и талантливый педагог. Реализуя образовательную программу «Уральский букет», рассчитанную на детей от 6 до 17 лет, я знакомлю детей с различными техниками и направлениями декоративно-прикладного творчества. На занятиях дети углубляют знания по изобразительному искусству, народным промыслам России, лепят из соленого теста, глины и других пластичных материалов, работают с бумагой, картоном и природными материалами. Я обучаю воспитанников технике и приемам Урала-Сибирской и Тагильской росписи. Ребята принимают активное участие в общественной жизни города. В рамках программы, посвященной юбилею лаковой живописи и подносного промысла Тагила, мы проводим мастер-классы, сохраняя и пропагандируя этот вид творческой деятельности. За прошедший межаттестационный период дети участвовали во многих разноуровневых выставках, где завоевали очень много различных наград, более 40. Это и дипломы, благодарственные письма и грамоты. А для меня самая весомая награда – это такая медаль лауреата Всероссийского конкурса «Мастерами славится Россия». Мы находимся в авто-мото-секции, которой руководит уже более 20 лет Алексей Михайлович Ковин, воспитанник этой секции. Ну вот у нас помещение, на котором мы занимаемся, то есть это помещение у нас очень серьезное достаточно, на уровне мы тут занимаемся. Статьи у нас есть, ключи, колеса. Это у нас колеса специальной физической машины есть. Дальше вот у нас еще одно подсобное помещение, в котором мы занимаемся, в котором вы видите кучу колес. Я занимаюсь четвертый год уже в этой секции. Понравилось мне то, привлекло мне это внимание техники. Участвовал в гонке. Занимали места первые. Тураму собирали всем коллективом. Долго, упорно. Резину сами искали. Тормоза делали, мотор не раз поперебран. Спортивный автомобиль, мотоцикл, картинг – мечта каждого мальчишки. А если он собран своими руками, это еще и гордость и уверенность в том, что он, мальчишка, может созидать. Что-то делать важное, серьезное, как взрослый. Познакомившись ближе с коллективами отдела дополнительного политехнического образования и профессионального творчества учащихся, можно сделать вывод, что неспособных детей нет. Надо только увидеть и разжечь таящуюся в каждом искорку таланта. И педагоги создают все условия для реализации творческого потенциала ребенка. Субтитры создавал DimaTorzok